Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и не подумайте с самого начала, что мы начинаем новую какую-нибудь Лигу Чемпионов, как это мы сейчас до сих пор делаем за Локомотив. Нет, каждый сезон у нас, получается, уже третий такой выпуск на нашем канале, третья рубрика и третий год. Мы делаем симуляцию в Лиге Чемпионов, и потом мы просто проверяем, какие команды выиграют Лигу Чемпионов. Два года назад Лигу Чемпионов у нас выиграла Лондонская Челси, в прошлом году Манчестер Сити, если не ошибаюсь, обыграл в финале Барселону. В этом сезоне у нас теперь вот такие группы, как вы видите на своих экранах, вместо Цервена Звезды я решил добавить в группу к Баварии, Тоттенхэму, Олимпиаку, Спартак, ну и в группу G вместо Зенита решил добавить ЦСКА. Все остальные команды на своих местах, и мы просто просимулируем весь групповой этап и все матчи раунда плей-офф. Ну а финальный матч в конце этого ролика вы посмотрите под мои комментирования. Ну что же, друзья, закончился у нас групповой этап, и давайте теперь сравним с реальной жизнью и с тем, что нам дает FIFA. Итак, группа А идентично совпала, чуть-чуть, конечно, по очкам не совпадает, но ничего страшного. Пассажир на первой строчке, Реал на второй, Брюге на третьей и Галатасарай на четвертой. Во второй группе у нас небольшие, конечно, изменения. Бавария, Тоттенхэм, Спартак, Олимпиакос. Вместо Спартака должна быть Цервена Звезда, но в реальной жизни она заняла четвертую строчку, а Олимпиакос третью. Но именно в этом розыгрыше Лиги Чемпионов в FIFA Спартак попадает в Лигу Европы. Итак, группа С стала очень интересной. Манчестер Сити без шансов просто занял первую строчку, но вот здесь вот уже пошли изменения. На второй у нас Динамо Загреб, на третий Шахтер, который, как и в жизни, но вот Аталанта местами поменялась Динамо Загребом, и Аталанта вылетает. Шахтер попадает в Лигу Европы. Группа Д идеально все совпало, как и в жизни. Локомотив здесь, к сожалению, не выиграл ни одного матча, 6 поражений подряд. Ну, а Байер идет в Лигу Европы. Группа Е также идентична, как и предыдущая. Все команды совпали с реальной жизнью. Генг вылетает, ну а Зальцбург выходит в Лигу Европы. Группа Ф. Здесь действительно некоторые все-таки думали, что именно Борусия может попасть в Лигу Европы, либо Интер. Здесь шла эта борьба за выход в плей-офф, но в FIFA выиграл и Интер, именно Борусию по очкам опередил. Но в реальной жизни Борусия попала в плей-офф, а Интер в Лигу Европы. У нас все-таки Борусия идет в Лигу Европы. Группа G. Здесь немножко все-таки произошли изменения. Лейпциг и Леон, как и в реальной жизни, заняли первые две строчки. Но вот Зенит, который сейчас здесь у нас играет, вместо него ЦСКА занял четвертую строчку. Бенфика попала в реальной жизни в Лигу Европы. Кстати, у них здесь и равенство очков. Но мы все-таки добавляем ЦСКА в Лигу Европы. Ну и группа H. Валенсия заняла первую строчку. Лиль на последней. Но вот Челси попадает в Лигу Европы, а Якс в Лигу Чемпионов. Мы записываем, что Челси у нас попадает в Лигу Европы. Потом эти команды, которые заняли у нас третью строчку, через некоторое время, через пару дней, может через недельку, где-то выйдет так же. Только Лига Европы. Мы сыграем не групповой этап, а уже именно раунд плей-офф. Начнем с Лиги Европы, так как там команд намного больше. Ну а мы переходим к... Давайте сначала посмотрим, кто стал лучшим бомбардиром. Мухаммед Салах, Серхио Агуэра и Томас Мюллер имеют больше всех мячей за 6 матчей. Голевые пасы здесь у Антуана Гризмана. 6 из 6 матчей. В каждом матче отдал голевую передачу Мюллер и Роберто Фермино по 5 голевых передач. Мюллер просто замечательно выступает. 7 мячей, 5 голевых. Лучший голкипер. Их здесь трое. Шестни, Терштеггин, Эдерсон. Но можно еще и Ананас записать, так как у них у всех по 4 победы в сухую. Больше всех нарушали. Мы видим здесь Драгович, Исланкер, Измаили, Эмерсон. Вауша Лакис. По 3 желтых карточек. И у каждого тут вот кто-то 6 матчей, кто-то минимум 3 матча играл. Ну и удаления здесь по 2 уж точно не было. Все минимально по одному. Ну что же, раунд плей-офф. Наполи. РБ Лейпциг. В реальной жизни Лейпциг попался на Тоттенхэм. Идем дальше. Аякс-Барселона. Это интереснейший будет, мне кажется, матч. В 1-8. Но в реальной жизни у нас Барселона как раз и сыграет с Наполи. Тоттенхэм-Валенсия. В реальной жизни Валенсия у нас попалась на Аталанту. Ну а вот этот матч уж совпал. Реал против Манчестер-Сити. Еще и так совпало, что именно Реал играет свой первый матч дома. Леон-Ливерпуль. Ливерпуль в реальной жизни сыграет против Атлетика. А Леон против Ювенца. Ну здесь они вот встретились вместе. Бавария должна была сыграть с Челси, которые у нас вылетели в Лигу Европы. Но Интер, который выместил Баруси в Лигу Европы, сам прошел дальше, попадает именно на Баварию. Динамо-Загреб. Это та команда, которая сенсационно вышла из группы вместе с Манчестер-Сити. Попадается на Ювентус. И скорее всего для них это последняя стадия в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Ну и последний матч это Атлетика и ПСЖ. Итак, закончилась стадия 1-8 финала. Ну и давайте посмотрим на результат. Лептик поборолся все-таки до конца, но не получилось. Все равно Наполи в минимальное преимущество выходит и попадает в четвертьфинал. Барселона здесь с большим отрывом. 6-1 обыгрывает Аякс. Валенсия сенсационно, мне кажется, обыгрывает финалиста прошлой Лиги Чемпионов Тоттенхэм со счетом 5-3. Манчестер-Сити сыграв хотя бы дома со счетом 3-2, но все равно проигрывает Реал Мадриду, который выиграет по голам на чужом поле в общей сумме 4-4. Ливерпуль насухо сыграл 5-0, вынес Леон. Бавария Интер и Интер выносят немецкую машину благодаря голу на чужом поле. Ювентус прошелся катком практически по Динамо-Загребу. Вот это просто единственный гол престижа они забили и все. ПСЖ-Атлетика и тут по пенальти побеждает ПСЖ. Четвертьфинал у нас очень интереснейший. Два Эль-Классика в сезоне. Ну кто мог бы такое желать? Естественно, искренние болельщики футбола. У нас это случится. Ливерпуль-Интер, Наполи-Валенсия и ПСЖ-Ювентус-Неймар против Роналду. Будет интересно, ну а там будет все-таки, ну это Эль-Классика, мне кажется, будет поинтереснее, нежели чем ПСЖ-Ювентус. После одной восьмой лучшим бомбардиром у нас стал Агуэра, Салах и также Гомос из Валенсии ворвался в эту тройку. По голевым Гризман, Мюллер и Роберто Фермино. Ну и по сухим матчам здесь Счестни, Терштеген и Алисон. Итак, заканчивается у нас четверть финала и Вальклассика побеждает Мадридский Реал, благодаря тому, что победили дома со счетом 2-1. Первый матч на Камп-Ноуз завершился счетом 1-1. Были шансы, конечно, у Барселоны, но все-таки чуть-чуть не удалось им додавить. И они вылетают в четверть финале от Реала. Ливерпуль, обыграв в гостях Интер, выходит в полуфинал. Также была просто ожесточайшая битва между Валенцией и Наполи, но все-таки Наполи смогли и в единственный мяч опередили Валенцию. Так же, как и в матчах Ювентуса и ПСЖ, но ПСЖ тоже минимально выходит в полуфинал. В полуфинале у нас Ливерпуль-Наполи и ПСЖ-Мадридский Реал. Все сватали и Неймара, и Мбаппе в Мадридский Реал. Ну вот Неймар-то как раз, наверное, все-таки хочет переходить в Барселону, а не в Мадридский Реал. Но Мбаппе все-таки действительно настроен перейти в Мадридский Реал. И теперь мы посмотрим, кто все-таки круче. Сливочные или парижане? Ну а Ливерпуль-Наполи, мне кажется, здесь все ясно. Ливерпуль третий сезон подряд, наверное, попадет в финал. Агуэра, Салах и Гомес все практически так же и остается в гонке бомбардиров. Гризман, Фермино и Пареха уже в голевых. И Алисон, Счестни и Терштеген в лучших голкиперах. Итак, полуфинальные матчи закончены. Ливерпуль минимально, забив единственный гол на Энфилде, выходит в финал. Ну а здесь ПСЖ с уверенным преимуществом выбивает из полуфинала Мадридский Реал. И вот здесь показывают, что Неймар и Мбаппе действительно готовы. Может быть и оба к переходу в Мадридский Реал. Насчет Неймара еще не все известно. Ну а в финале у нас Ливерпуль и ПСЖ. Тот, кто давно подписан на нашем канале, мог заметить, что как только заканчивалась FIFA 19, это уже сентябрь до выхода FIFA 20, оставалось буквально несколько недель. У нас был сыгран турнир Лиги Чемпионов, посвященный. И вот тогда тоже был финал Ливерпуль и ПСЖ. Встретились в финале я и Вова, но в том финале выиграл я за Ливерпуль. Со счетом 3-1 обыграл ПСЖ Вову. Давайте мы сейчас посмотрим, как бы сыграли реальные эти клубы, если бы встретились в финале Лиги Чемпионов. Поехали! Итак, финал Лиги Чемпионов Ливерпуль принимает ПСЖ. Конечно, не на домашнем стадионе Ливерпуля проходит этот матч Ататюрк-Олимпиад-штадион. Итак, Ливерпуль по жребию попался так, что именно они считаются хозяинами этого матча. И вот они, болельщики Ливерпуля, подготовили замечательный перформанс в исполнении Стивена Джерарда, который мы все помним. Этот легендарный финал в 2005 году, Милан-Ливерпуль. В прошлом сезоне не так, конечно, доминирующе и интригующе все это было, но все-таки все равно Ливерпуль додавил в прошлом сезоне Тоттенхэм. И со счетом 2-0 они обыграли в финале ту команду, которая могла вылететь в полуфинале от Аякса, но прошли на волевом своем характере. Третий сезон подряд Ливерпуль в финале. Проиграл первый свой финал Мадридскому Реалу, но во втором сезоне они доказали, что они способны выиграть Лигу Чемпионов. И сделали это. И вот он третий сезон. Третий сезон подряд для Ливерпуля в Лиге Чемпионов. Но пассажи должны доказывать, что не зря в них вложили столько денег. Не зря был куплен Неймар за баснословные 222 миллиона отступных. И не зря был куплен Киллиан Баппе, который, скорее всего, если выиграет финал Лиги Чемпионов вместе с ПСЖ, то соберет свои вещички и уедет в Мадридский Реал. Много идет об этом слухов. Но, наверное, все-таки вот это и будет ключевой точкой для Баппе. Это переход из ПСЖ в Реал. Тоттенфема в реальной жизни. Но у нас они победили. И вот он Неймар. Ну, какой замечательный и шикарный гол забивает Бразилия. 34-я минута. И это 1-0. И вот Неймар. Тоже его переход был много. Обсуждаем. Говорил он, что хочет выйти из семьи Месси. Но переход в ПСЖ. Баппе буквально сезон 2. И он действительно был лидером ПСЖ. Но вот здесь уже Баппе, который теперь кидает свою тень на него. Посмотрите, ну, что сейчас сотворил этот бразилец. Подкинул мяч и замечательным образом пробил Алисона. Юрген Клоп, естественно, расстроен. Ведь пропускает его команда. Так же и было 2 года назад в Киеве. Когда пропустил Ливерпуль от Мадридского Реала. От того Мадридского Реала, где был Крещано. Маркиньо. И вот он Неймар. Будет ли передача или сам будет дальше действовать? Мбаппе. Это удары. Это 2-0. Кильян Мбаппе в концовке первого тайма забивает и делает счет 2-0. И все. Абсолютное доминирование сейчас идет на поле со стороны ПСЖ. Шикарно сделал все в атаке и Неймар Мбаппе. Касание пробивает. И Алисона. Остается в недоумении, как так происходит. Что Ливерпуль сейчас один из лучших клубов в Европе. Да и в мире, скорее всего. И вот так вот проигрывает со счетом 2-0 в первом тайме ПСЖ. Выходит Диало вместо Хуана Берната. К мячу подходит Неймар. Опасный штрафной. 34 метра до ворот. Навес. И это все-таки был удар. Какой удар? Прямо в девятку шел. Таким парирующим ударом пробил. Ну и Алисон отбивает этот мяч на угловой. ПСЖ заканчивает свое владение. И это 2-0. И это победа ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. В нашей симуляции. И отлично. Каждый сезон выигрывает. Уже мне казалось, будет три подряд. Выигрыш английской команды у нас в этих симуляциях. В первом сезоне выиграл Челси. Во втором у нас в предыдущем выиграл Манчестер Сити, обыграв Барселону. Ну и в этом сезоне выигрывает ПСЖ. Обыгрывал в финале английскую команду Ливерпуль. Ну и все-таки да. Фифе-то как раз и доминирует практически постоянно ПСЖ. И вот церемония награждения. Киллиан Баппе становится теперь еще и обладателем Лиги Чемпионов. Все уже выиграл этот парень. Благодаря нашей симуляции и Лиги Чемпионов. И Чемпионату мира. В свои 20 лет. Ну и Тиагу Сильва. Поднимает этот трофей. И ПСЖ становится обладателем нашей Лиги Чемпионов сезона 2019-2020. Ну что же можем сказать по статистике. Да, пробивали с точностью ПСЖ. У Ливерпуля был всего лишь один единственный удар в створ. За этот матч. Ну и точность пасов практически была наравне. Лучшим игроком финального матча стал Неймар. Он забил гол. И отдал голевую на Киллиан Мбаппе. В общем, спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ведь совсем скоро у нас выйдет еще и Лига Европы. А после этого мы сыграем еще и Супер Кубок. ПСЖ против обладателей Лиги Европы. Будет интересно на это посмотреть. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok